Хо-хо-хо! Всем привет! С вами Даша от Маджа. Новый год к нам мчится, а вместе с ним и новый выпуск Parimatch News. Для всех, кто хорошо вел себя в этом году, мы собрали самые топовые события января. Ах да, чуть не забыла! Получайте новогодний рахмет от Parimatch, участвуя в акции, главным призом которой являются аж две путевки на двоих на матче Лестера и Челси. Подробности читайте в описании, ну а мы погнали! Начнем с наших официальных партнеров Челси. После смены тренера дела аристократов на первый взгляд пошли в гору. Первые девять матчей под руководством Грэма Поттера команда не потерпела ни одного поражения, но затем неожиданно проиграла сразу четыре игры подряд, не забив ни одного гола. Особенно неприятными стали вылет из Кубка английской футбольной лиги в третьем раунде и проигрыш в товарищеской встрече с Астон Виллой. Вторую половину английской премьер-лиги Челси начал на девятом месте в турнирной таблице. Январь для команды станет испытанием на прочность. Синим предстоит дважды встретиться с Манчестер-Сити в Кубке Англии и АПЛ, а также сыграть с Ливерпулем. Успеют ли подопечные Поттера раскачаться к этому времени? Остается только гадать. До открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года осталось меньше месяца. В этом году турнир Большого Шлема не обошелся без драмы. Новака Джоковича депортировали из Австралии еще до того, как он ударил по мячу. Тогда на корте Рафаэль Надаль завоевал рекордный титул в одиночном разряде, а австралийка Эш Барти одержала победу в женском разряде. Стоит отметить, что она ушла из тенниса красиво. Australian Open стала ее последним турниром перед ранним и неожиданным выходом на пенсию. Официальные представители открытого чемпионата Австралии по теннису подтвердили, что жеребьевка 2023 года состоится в четверг, 12 января по местному времени. Однако точное время еще не установлено. Турниры Большого Шлема всегда славились звездными составами. Многие топовые теннисисты проявляют себя на харде, а на кортах в Австралии именно твердое покрытие. В ожидании утвержденных стартовых составов нам остается только гадать, кого именно мы сможем наблюдать на Australian Open в этом году. Лично я рассчитываю увидеть очередной триумф Джоковича. Напишите в комментариях, кого из фаворитов вы ждете больше всего. А мы двигаемся дальше. Сезон чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой по рематч про хоккей Лигасы набирает бешеные обороты. Пока некоторые команды ведут активную борьбу за место в плей-офф, наш официальный партнер Сара-Арка досрочно оформил туда выход. Карагандинцы ставят рекорды, ни на день не отдав пальму первенства кому-либо из соперников. В январе Орлов ожидает выездная серия матчей. Сначала Сара-Арка отправится к Петропавловскому Кулагеру, затем в столицу к Снежным Барсам, и завершающие матчи месяца пройдут в Усть-Каменогорске в гостях у Торде. Новый сезон Дота-2 стартует уже 8 января. Команды шести регионов начинают долгий путь к заветному Интернешнл с самого начала. Поговорим подробнее о Западной Европе. Примечательно, что Казахстан будут представлять сразу 9 игроков в 5 разных командах. Особый интерес представляют новички Na'Vi. Кто знает, возможно, именно наши ребята помогут вступить в новую эру. Формат квалификаций не особо поменялся, но расписание теперь стало компактнее и удобнее для зрителя. Первый дивизион продлится с 8 по 29 января, а второй с 31 января по 21 февраля. 4 лучшие команды региона получат путевки на мажор, который стартует 24 февраля. Ждем. В CSGO уже пора отпусков. Команды вернутся к играм только в середине января. Первый крупный турнир в новом году стартует уже 31 числа. Легендарная Катовица примет лучших игроков планеты, которые разыграют около 1 миллиона долларов. Как всегда, турниры в Польше проходят с большим размахом, а болельщики съезжаются со всей Европы. Рассчитываем на грандиозное шоу. Джеффри Нил встретится с Шавкатом Рахмоновым в поединке в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 15 января. В настоящее время Рахмонов занимает 8 место в полусреднем весе в мировом рейтинге MMA Fighting Global и является одним из самых захватывающих и перспективных бойцов во всем ММА. 27-летний казахстанский боец, известный как Намат, имеет великолепнейший рекорд – 16-0. С момента своего дебюта в UFC в 2020 году Рахмонов надеется укрепить свои позиции главного претендента на титул чемпиона в полусреднем весе. 32-летний Нил одержал самую крупную победу в своей карьере, сенсационно нокаутировав Висента Луки в третьем раунде на UFC Vegas 59. Эта победа повысила общий рекорд Нила в UFC до 7-2 благодаря заметным победам над Белалом Мухаммедом и Сантьяго Пансинибион. В настоящее время он занимает 9 место в полусреднем весе в мировом рейтинге MMA Fighting. Коэффициент на победу Джеффри Нила от наших аналитиков – 4-4, а бесспорным фаворитом встречи считают нашего соотечественника, предлагая коэффициент 1-19. Что ж, с нетерпением ждем предстоящего боя. Мне кажется, он будет очень жарким. Титул чемпиона UFC в полутяжелом весе на кону во втором турнире подряд. Это UFC 283, который теперь включает в себя два титульных боя. Глобер Тейшейров встретил с Джамалом Хиллом за вакантный бой с менее чем через месяц, после того, как Иржи Прохаска освободил титул из-за травмы плеча. А бой Яна Блаховича против Магомеда Анкалаева завершился раздельной ничьей. Разочарованный тусклым боем, президент UFC Дана Уайт решил организовать бой между Тейшейрой и Хиллом. Первоначально четвертый бой между чемпионом в наилегчайшем весе Дэвисоном Фигередо и действующим временным чемпионом Брэндоном Морено должен был стать хедлайнером события, которое состоится 21 января в Рио-де-Жанейро. Фигередо и Морено ранее встречались трижды, одержав по одной победе и закончив третий поединок с ничейным результатом. Но теперь в Рио интриги точно стало больше. Тейшейра, второй полутяжеловес в мировом рейтинге ММА Файтинг, надеется вернуть титул после поражения от Прохаски на UFC 275. Но Ахилл получил свой первый шанс на золото. Несмотря на это, наши аналитики видят фаворитом Джамала Хилла. Коэффициент на его победу 1.76, а успех ловера Тейшейры расценивается в 2. Вот такой насыщенный январь нас ожидает. А сейчас я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать исполнения всех мечтаний, будьте счастливы и берегите себя. Спасибо, что остаетесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Мы это ценим. С вами в этом году были Паримач и я, Даша Атмаджа. До встречи в 2023.